всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду честно сознаюсь я обожаю заниматься выпечкой но при этом за свою долгую жизнь за 50 лет ни разу не дел слоеное тесто самостоятельно до недавнего времени зачем говорил я если магазине можно купить очень приличное тесто мучиться с раскаткой ради так себе что результата это не для меня убеждал себя я но недавно случайно в магазине купил ну очень приличные круассаны мы их моментально сожрали очень вкусно и в холодильнике у меня лежала магазинное слоеное тесто с утра быстренько раскатал разрезал на кусочки свернул круассанчики забросил в духовку через 15 минут все было готово попробовал но воспоминания о тех магазинных были еще очень свежи и на фоне даже магазинных это оказалось абсолютная фигня и мне пришло в голову если самостоятельно приготовить слоеное тесто то может быть круассаны получится вообще волшебными я попробовал приготовил какой же был дурак это были совершенно фантастические круассаны и трудозатрат оказалось раз в десять меньше чем я себе представлял вот реально никаких проблем я решил я просто обязан нам это показать сейчас у нас уже очень поздний вечер да практически уже ночь я быстро замешу тесто и отправлю на ночь в холодильник здесь у меня молоко вода температура примерно 30 градусов надо смешать дрожжи сахар ну и пару ложек муки все это перемешать точность определения температуры не важна главное чтобы не ледяная но и не горячая просто в горячие дрожжи моментально передохнут в холодный сахар очень долго растворяться будет нам быстро активация дрожжей сейчас абсолютно не нужно все равно тесто сразу в холодильник уберу пусть они пока полностью разойдутся я про дрожжи они сухие были я пока с маслом разберусь масло у меня комнаты температуры заверну его в пергамент сейчас надо аккуратно распределить его по вот этому конверту на постараться что толщина слоя было одинаково везде и в таком виде уберу холодильник до завтра пусть застывает а сам займусь тестом в муку отправлю мелкую соль и перемешаю вообще-то меня соль крупная была на ее вступка предварительно растер это для того чтобы она быстрее разошлась в тесте по всему объему а теперь сюда отправлю дрожжи с молоком они кстати успели запениться значит хорошие у меня дрожжи если у своих дрожжах не уверены то их можете заранее минут за 10-15 до добавления в тесто в молоко теплое отправить чтобы они активировались мало ли какие не могли быть впрочем если пакетик только-только раз чатры свежие то все не с ними нормально будет не переживайте сначала ложкой размешиваю а затем руками начну смотрите вся мука уже довольно равномерно смоченным молоком значит пора размягченная сливочное масло добавить и до однородности его вмешать в тесто я бы в своем планетарный миксер не замесился не заморачиваясь просто поздно уже не хочу шуметь да ну и так нормально уже можно на столе продолжить особенно долго месить не надо только до гладкости вы сами увидите сначала тесто пористой такое будет неоднородная а затем станет плотными гладким вот таким видите отлично но сейчас из него прямоугольничек аккуратненько сформируем это чтобы завтра проще было раскатывать по форме масляного прямоугольника конверта и теперь плотно заворачиваю пищевую пленку это чтобы тесто не заветрились в холодильнике все убираю в холодильник завтра продолжим спокойной ночи доброе утро продолжаем процесс он совершенно не трудозатратный 10 минут назад я вынул тесто и масло из холодильника положил друг на дружку чтобы температура слегка поднялась и сравнялась между собой видите пленку распорно за ночь масло нормально застыло сейчас нам немножко подпилить стол мукой сюда тесто сверху немного муки раскатываем быстро него ладимся но аккуратно нужно получить прямоугольник размером в два вот этих вот конверта с маслом меня всегда раскатка пугала но такое тесто это вам не тесто на лапшу элементарно раскатывается выкладываю масло сюда и накрываю вот этой вот второй половиной и сейчас опять так же быстро и аккуратно раскатываю вот здесь у меня была складка вот эти вот края придавлю слегка и вдоль складки так чтобы она стала так сказать длинной стороной почему я говорю про быструю раскатку дело в том что тесто от столешницы нагревается и масло соответственно в нем тоже если масло нагреется оно соответственно начнет таять слоев в тесте в результате не будет надо стараться чтобы прямоугольник был аккуратный так сворачивать потом проще видите в результате такой складки у меня место стыка оказалось смещено то на здесь не с краю а вот сюда вот смещено потому что я сначала одну часть с одной стороны короткую заложил с другой стороны длинную складку заложил я вот это имею ввиду то есть от верхней части я немножко заложил от нижней части я большое количество заложил теста результате вот эта вот складка получается не посередке а смещено такой способ позволяет добиться более равномерного распределения в слоях масла видите да на данный момент в тесте у меня получилось 4 слоя масла сейчас уберу в холодильник чтобы она опять застыла на час прежде чем убирать естественно завернуть в пленку чтобы опять же не заветривалась продолжаем процесс принцип тот же также раскатываем вдоль складки также быстро и также аккуратно и сворачиваем точно так же как и в первый раз опять пленку и опять в холодильник ну видите все просто на данный момент в тесте получил 16 слоев масла уже абсолютно достаточно для выпечки так что через час когда он опять застынет масло опять огнем застынет можно будет раскатать уже в пласт для нарезки треугольников из которых я буду формовать кроссаны все очень просто сейчас прошел время кроссанов сейчас раскатываю в аккуратный прямоугольник правило насчет быстроты осталось прежним так размер примерно 30 на 50 сантиметров а сейчас нарезаем треугольники из этого теста у меня для этого дела есть удобный нож для пиццы можно обычным ножом резать конечно размечать можно по линейке а можно на глазок вот эти вот вот эти вот боковые кусочки будут конечно не ровненькими но все равно вкусными теперь вот здесь посередке слегка надсекаю и растягиваю кончики в стороны аккуратно сворачиваю готово ну вы видите элементарно все что-то пергамент не скручивался его надо смять и расправить но прежде чем отправлять кроссаны в духовку естественно нужно дать время на расстойку на это идет час-полтора в зависимости от температуры вашей кухни чтобы поверхность теста не пересохла за это время накрою пищевой пленкой отлично духовку уже можно греть чем раньше я включу тем более равномерное по объему будет распределение температуры внутри и соответственно более равномерно пропекутся ваши круассаны температура 180 190 верхний и нижний нагрев отлично все теперь смазываем их релизоном и сразу в духовку для него мне понадобится желток щепотка сахара и ложка молока смазать круассаны нужно конечно аккуратно чтобы не сминать поверхность изделий кисточкой вот самое сложное в работе с тестом по моим наблюдениям это не торопиться вот сказано ждать в рецепте между раскатками 1 час значит ждите час сказано час-полтора на стойку значит нечего через полчаса круассаны в печь пихать и вот тогда вам будет счастье они будут еще и в печи подниматься поэтому выпекать надо сразу на двух противнях чтобы им тесно не было ну естественно стандартное правило для того чтобы в первые моменты тесто не высыхало и хорошо поднималась кипятка вниз время выпечки зависит от реальной температуры в духовке в моем случае это займет примерно 20 минут вы же следите по своей духовке за внешним видом короче следить и а и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok